МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Время решать". АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. В прямом эфире телеканала ЭТВ Плюс, программа Время решать, и я ведущий Дмитрий Феферов. И сегодня в поле нашего зрения особые дети и госпомощь на этих детей, которая закончилась. И в гостях у меня сегодня Екатерина Кушнаренко, психолог Центра Рай-Лейдия. Юлия Степанова, член правления некоммерческого объединения «Особый мир». Акти Калластэ, председатель Союза реабилитационных учреждений. И Милена Погодаева, руководитель Таллиннского учебно-консультативного центра и спецпедагог. Всем добрый вечер. Вот первый вопрос, уважаемые эксперты. Екатерина, давайте вопрос первый к вам. Как вы оцениваете государственную поддержку и помощь, так сказать, особым детям? Давайте по десятибальной системе, если вам так удобнее. Я думаю, что вопрос оценки тут может быть достаточно субъективный с моей стороны. Я как работник, консультант, психолог Центра Рай-Лейдия, в который идут обращения детей с любыми проблемами, касаемо обучения как в детских садах, так и в школах. Зачастую существует и обращение в консультативную комиссию, и здесь давать оценку я не берусь. Хорошо. Юлия, вы как член правления коммерческого объединения, которое как раз-таки работает с такими людьми, как оцениваете господдержку и помощь? Ну, ее сложно оценить по десятибальной шкале. Если бы я не стала оценивать, я бы оценила, конечно, меньше, чем пять. Здесь много сложностей. Основная проблема, что я не вижу системы государственной поддержки. У нас есть отдельная поддержка в Таллине, и все виды поддержки, которые существуют, они сегментированы, работают сами вокруг себя и на себя. А, собственно говоря, ребенку-то надо все в комплексе. Поэтому высоко, к сожалению, на сегодняшний день не могу оценить. Елена, а вы? Мне сложно тоже быть объективной, но я соглашусь с Юлей в том, что высоко оценить я это не могу. А что значит сложно быть объективной? Вы, в общем, в этой сфере вращаетесь, вы видите, вы знаете больше, чем обычный человек. Человек, который с этой проблемой напрямую не сталкивается. Безусловно. Кто, как не вы, самые объективные люди? Безусловно. Но я могла бы сказать следующее, что есть определенные виды помощи и определенные виды поддержки, которые на хорошем уровне, а есть определенные виды помощи и поддержки на плохом уровне. Поэтому если мы будем как бы сумму суммаром выводить, то, ну, пожалуй, пять. Ахти, ну и ваша оценка? Где-то в середине. Тоже около пятерочки, да? И что я вижу, я все-таки подтверждаю, что есть очень много маленьких кусков, но такую координирование, систему сегодня не вижу. Еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к одной реальной и достаточно печальной истории. За последние семь лет количество, ну, так называемых особых детей, детей, которые нуждаются в определенной помощи, в Эстонии выросло в полтора раза. Есть ли тому какое-то объяснение? Почему это число растет? Во-первых, я думаю, что это все-таки зазнательность родителей, следить за ребенком и зазнательность системы, все-таки показать, где проблемы. Это развивается, поэтому я не думаю, что сбых вроде бы где-то нашли. Это все-таки от зазнательности системы. Екатерина, ну а вы как психолог можете пояснить, объяснить, почему рост детей с особыми потребностями растет? Если мы говорим о росте, он действительно существует, и, к сожалению, мы прогнозируем, что это количество таких детей будет только расти в ближайшее время. Но здесь нужно, наверное, отнести вопрос, одну из причин назвать медицинские услуги, и, так скажем, дети, которые очень часто родились недоношенные, имеют какие-то особые особенности развития уже в младенчестве, они, конечно, потом требуют более внимательного подхода. Здесь информирование родителей тоже достаточно большую роль играет. У нас же медицину всегда хвалят и говорят, что она с годом все лучше и лучше. И это так. И этих деток потом необходимо адаптировать к условиям как садов, так и школ. Хорошо, спасибо. Давайте теперь посмотрим одну реальную историю. Маленькой Насте уже 6 лет, и она очень любит считать и печатать на мамином компьютере. Еще полтора года назад девочка не умела разговаривать, а сейчас знает почти все буквы и хочет быть, как старшая сестра, которая уже ходит в школу. А ты хочешь, чтобы сестренка тоже в школу пошла? Да. А что в школе интересного? Математика. Дети с диагнозом, как у Насти, большие непоседы. Им трудно концентрировать внимание, и у них свой, особенный способ познания мира. А это значит, что без помощи квалифицированных взрослых им не обойтись. Психолог, физиотерапевт, русскоязычный логопед – все они нужны для выполнения реабилитационного плана, назначенного государственными специалистами. Но с недавних пор получать помощь бесплатно Настя не может. На нее, как еще на многих таких же детей, денег у страны нет. Как раз вот специалисты начали срабатываться с ребенком, когда мне пришел отказ. Вернее, мне пришло решение, что да, мы обязуемся финансировать услуги, реабилитационные услуги на протяжении двух лет. Но мы ставим вас на очередь, и эта очередь приблизительно, то есть если все у нас произошло в конце января, то есть очередь, она до 1 января 2018 года. Ребенка, который успешно борется со сложным диагнозом и прогрессирует в интеллектуальном развитии, по сути, бросили на полдороги в самый важный момент перед школой, когда помощь специалистов крайне необходима. То есть мы числимся, услуги нам прописаны, но денег на нас нет в бюджете. По одной простой причине, что в прошлом году мы не использовали эти услуги. И как я понимаю, что все новые люди, кто ходатайствует, оно как бы с нуля обо всем, они находятся в такой же западне. И это при том, что помощь в реабилитационных центрах за госсчет для многих семей и так чемодан без ручки. Настяна мама рассказывает, когда удается заполучить нужного специалиста, проблемы только начинаются. То часы приема никак не подходят работающим родителям, то курс ограничивается 10 занятиями, а потом опять ставят в очередь. Уступите врача другому пациенту. Но пользы от таких полумер почти никакой, любая мама знает. Заниматься с особенным ребенком нужно регулярно. В итоге за нужных специалистов с подходящим графиком приходится платить. И деньги это немалые. Ну, скажу так прямо, обидно. В принципе, с одной стороны, справиться-то мы справимся, из-за того, что вроде как и руки на месте, и оба работаем. А с другой стороны, государство только берет-берет-берет и отдавать ничего не хочет в этом отношении. Деньги-то смехотворные, по большому счету, но даже этого получить мы не можем. Я хочу сейчас обратить свое внимание на публику. У нас сегодня в гостях родители, которые тоже сталкиваются с подобными проблемами. Мне вот интересно, мы посмотрели одну историю, насколько это частный случай, и насколько вы, уважаемые родители, сталкиваетесь с похожими проблемами, или, может быть, еще с другими какими-то проблемами. Кто может, да? Здравствуйте, меня зовут Руфина. У меня ребенок с особыми потребностями, ей скоро 18. За это время нам не предложили ни обследований, никуда нас не направили. Мы получали помощь только если каким-то нахрапом я беру какие-то конторы. От врачей я ничего не могу добиться. И когда дочке исполнилось 16 лет, с нее сняли диагноз. У нее кавернозный ангиом в левом височном полушарии. Что значит? Она теряет сознание, она временами теряет рассудок, теряет память. У нее нет памяти. И сейчас она заканчивает 10 класс. Мы остались за бортом, потому что никаких услуг нам не предоставляют. И в школе ребенок в 10 классе учиться должен, как все. То есть мы никакой помощи не получаем государству. Спасибо. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Инна. Я тоже мама особого ребенка. У меня дочь, которая скоро исполнится с 16 лет, с умственной отсталостью. Мы недавно живем в Эстонии, всего лишь 5 лет. И когда мы приехали, нам не совсем была понятна эта ситуация с репутационными планами. И поначалу мы хотели и туда, и туда, и туда, и туда, никуда не проткнуться. То есть никуда нельзя, невозможно попасть. Чтобы получить какие-то репутационные услуги, нужно стоять очередь год, нужно стоять очередь два, нужно ждать. И это очень-очень сложно. Вот за 5 лет, что мы живем в Эстонии, мы не получили ни одной репутационной услуги с этого плана. Все, что мы делаем для своего ребенка, мы делаем все за свои деньги. Потому что никуда мы так и не смогли попасть. Или какие-то графики, или какие-то сроки, туда берут, туда не берут. Это очень-очень сложно. И мне интересно, если я в возможности, ну я работаю, работает мой муж, если мы в состоянии сделать для своего ребенка что-то своими собственными силами, потому что мы ее не бросим, и мы делаем все, что ей нужно за свои деньги. Куда деваются эти деньги, которые государство отправляет нам на мой реабилитационный план? Почему, если не использую их я, почему их не может использовать другой ребенок? И куда это все девается? А вы знаете людей, которые получали какие-то деньги на реабилитацию? Я знаю, что люди не получали деньги, я знаю люди, которые получают услуги. Но опять-таки, они не могут получить этих услуг точно так же, как и я. Они стоят в очереди и очень-очень долго ждут. Но если государство выделило мне эти деньги, и я не использую эти услуги, куда идут эти деньги в государстве? То есть никакой положительной динамики у своих знакомых, у своих друзей я тоже не вижу. Я сразу хочу сказать одну вещь. На самом деле, правильнее было бы этот вопрос адресовать Министерству социальных дел. Но, к сожалению, я должен признать, что мы, начиная с декабря месяца, обращались к Министерству социальных дел для того, чтобы они представили для ряда наших передач представителя своего министерства. Но по разным причинам министерство каждый раз находило такую причину, чтобы отказать нам в этом. Сегодня, к сожалению, у нас тоже нет представителя этого министерства. И я обращаюсь к вам, уважаемые Министерства социальных дел. Как вы видите, нам без вас очень сложно, поэтому мы очень надеемся, что в следующий раз, когда мы обратимся к вам за помощью и попросим кого-то из ваших специалистов прислать к нам на прямой эфир, вы все-таки прислушаетесь, потому что, как вы видите, людям нужны ответы, и только вы знаете эти ответы на их вопросы. Ахте, вот деньги действительно выделяются. По крайней мере, на бумаге. 1395 евро. Ребенка. На ребенка, в год. Почему мы одну за другой историей слышим, где люди не могут получить... Ну, деньги они напрямую не получают, но почему они не могут получить процедуры на эту сумму, хотя на них эти деньги выделены? Во-первых, сейчас уточняю эти деньги, никуда не идет, это останется на бюджет. И первое, значит, некоторые клиенты даже думают и придут на учреждение, скажут, где вы мои деньги поставили. Это рабочие учреждения эти деньги не получают. Только если они делают услугу, процедуру одну, приставляют счет за это на государство, тогда государство заплатит за эти услуги. Самая большая проблема сейчас, скажем, объем рабочейственных учреждений, объем услуг, сколько они могут делать. И это каждый год уменьшается. Не увеличится, уменьшается. Уменьшается количество услуг, не денег. Уменьшается количество услуг, которые рабочейственные учреждения делают. Мы делали анализ в 2012 году в Эстонии, было 105 учреждений. Из них делали реабилитацию как первую услугу 23%. Три года спустя было 113 учреждений. Реабилитационная услуга как первая услуга была 17% учреждений. Значит, учреждения потихоньку выходят из системы. Они не хотят оказывать такие услуги. Причина одинаковая. Это нестабильность системы, нестабильность цен на реабилитационные услуги. Основные цены были назначены с консультацией в 2008 году. То есть реиндексация была сделана. Только через 6 лет, и после этого почти опять. И у нас вопрос, это как лотерея, мы не знаем, что мы следующий год делаем. И в том числе, например, цена на психолога, самая низкая цена. Это разница с поличной кастой почти в два раза. И за эту цену не можно получить специалистов такую работу. И поэтому мы сейчас учреждения считаем, что это большой риск. Зарплату надо заплатить каждый месяц. Налоги надо заплатить каждый месяц. Но когда цена изменяется, не знаю. Поэтому сейчас учреждения уменьшают услуги. И поэтому, хоть бы, например, государство дает дополнительные деньги и делает такой вид, что сейчас покрыто все. Очередь. Это еще не гарантирует услугу. Еще есть один вопрос. Около месяца назад на ЭТВ Плюс в программе «Инсайт» был один сюжет, который подготовила наша коллега Евгения Волохонская. И там речь шла о том, что в среднем на реабилитацию выделяется около 5 миллионов евро. В этом году чуть больше. Но все равно это не намного больше 5 миллионов евро. Детям. Детям, да. Всего нуждается в такой реабилитации около 8 тысяч детей. Сумму мы озвучили. Это 1395 евро. Мы умножаем эту сумму, умножаем на количество детей. И мы получаем никак не 5 миллионов. Мы получаем около 15 миллионов. То есть заведомо государство, ну, в какой-то мере обманывает, что ли, получается, людей? Они говорят, вот у вас есть эти деньги, но денег на самом деле нет. Если посмотрим статистику прошлого года, среднее использование бюджета для каждого ребенка где-то 660 евро. Значит, меньше 50% выделяемо деньги. И здесь могут быть две причины. Во-первых, причина, какой временный баланс родителям может ходить с работы, может найти нормальное время на процедуру. И второе, все-таки, есть ли учреждения, близко там, которые делают услугу. И такая ситуация. Ну, вот, Юля, наверное, вопрос больше к вам, хотя, может быть, Милена, Екатерина, вы тоже сможете что-то добавить. А для чего вообще эта реабилитация нужна? Чего не получит ребенок, ну, что не изменится у ребенка, если он не получит эту реабилитацию? То есть, почему это необходимо? Это очень общий вопрос. В каждом случае он довольно частный, этот путь реабилитации. Но, как правило, если мы говорим о детях, у кого есть инвалидность, почему мы не используем реабилитацию часто, да? Вы, как вы правильно сказали, используем маленькую сумму от реабилитации. Потому что вы же понимаете, что это целый путь. Если моему ребенку дефектолог сказал, что ему нужен логопед минимум 3 раза в неделю, то он ему нужен круглый год. Если я пойду в реабилитационный центр, Ах, ты правильно сказал, что цены там очень низкие, но даже на эти низкие цены, сколько я получу логопеда на 1365? А из этих денег еще вычтут там разные другие специалисты. Ребенку с особыми потребностями довольно трудно начинать работать специалистом. Пока он начинает, это несколько занятий. Это несколько занятий для специалиста, чтобы понять, что конкретно этому ребенку надо. Предположим, это 3 занятия в хорошем варианте. Всего у меня реабилитационный центр выделит их 10, и потом еще через полгода 10. Это бессмысленно. Ну, то есть это больше стресса для ребенка, для семьи, для родителя. И специалист реально не может ему очень много дать в эти 10 занятий. Поэтому, конечно, я как мама найду другого специалиста, который будет постоянно заниматься. Что он не получит, был вопрос. Он не получит очень многое, да? То есть он не получит помощь специалиста. Он не получит трезвый взгляд специалиста. Потому что какая бы мама хорошая, образумная и разумная ни была, мы все равно все смотрим на своего ребенка через призму своей любви и своего опыта. Что-то мы недосматриваем, что-то перья и так далее. Вот этого она не получит. Потом она не получит новой информации, свежей, которая ей нужна. Какие-то новые формы, методы лечения. Вот этого всего она не получит. Но опять я хочу вернуться к тому, что в том виде, в котором сейчас есть реабилитационная система, с тем финансированием, которое есть, она и не может получить. Ну, хорошо. А в чем проблема? Вы говорили о разрозненности. Что существуют разные какие-то центры, которые между собой не взаимодействуют. Можете пояснить, как это выглядит, что подразумевается под разрозненностью, что не дает достигнуть эффективности? Смотрите, давайте по-другому. Я скажу, что было бы эффективно, на мой взгляд. Если ребенок посещает учебное заведение, неважно, это детский сад или школа, в нем работают специалисты. Мы говорим об особом ребенке, не об обычном. То есть с ним работают специальные люди с специальным образованием. Дальше он идет, предположим, при хорошем раскладе, мама не работает. Она ведет его в реабилитационный центр. Там другие специалисты. Эти специалисты не знают, что происходило с ребенком там и там. Было бы хорошо, если бы это работало вместе. И у нас есть такие примеры и частных, и муниципальных школ, муниципальных, государственных, простите, к сожалению, не в Таллине. В Таллине есть частные, стоноговорящие школы, которые так работают. То есть специалисты полностью обмениваются информацией в течение дня. Ребенок получает и учебную нагрузку на основании того, как решили все специалисты вместе. Точно так же и реабилитацию он получает, исходя из их общего мнения. То есть если у него была нагрузка учебная, очень тяжелая, то может быть ему надо не привычное занятие логопеда, а комната релаксации или занятие с психологом. И наоборот. Он получает комплексную помощь. Еще, конечно, есть хорошие примеры, тоже, опять-таки, не у нас, к сожалению, когда в это все время идет работа с родителями. Потому что, ну, я много раз говорила, что мы не рождаемся родителями особых детей. Мы тоже, конечно, очень многого не знаем. И у нас есть своя профессия, по которой мы работаем 8 часов в день. И мы не в состоянии всю ночь сидеть, изучать, как это должно быть. Если идет работа с родителем, если им объясняют, что мы делаем все вместе. Вот, педагоги, реабилитологи и родители. Вот тогда ребенок получает. Еще у меня здесь большой вопрос к государству в целом. Мне жаль, что такая система не существует, потому что я реально вижу, как много детей могли бы вырасти полноценными трудоспособными гражданами при таком подходе. И как много из них, к сожалению, таковыми не становится, а становится получателем пособий, что, собственно говоря, по идее моей, должно быть невыгодно государству. У нас есть комментарий, вопрос? Я хотел задать вопрос Ахте в связи с тем, что он представляет союз реабилитологов, то есть учреждений, которые занимаются реабилитацией детей с особыми потребностями. Вот, Ахте, скажите, ведь, насколько я правильно понял, между государством, между выделенными средствами, которые выделяются на детей, и детьми находится особая категория реабилитологи. И это не государственные служащие, это не система здравоохранения, это частные коммерческие предприятия, которые эти деньги осваивают, оказывая услугу. Я правильно понимаю, Судьбе? Вы думаете, какой статус реабилитационных учреждений? Разные. Они могут быть разной формы собственности. Они не государственные чиновники. Они частные предприятия, частные учреждения. Частные учреждения. Больницы, например, клиники, санатории, школы, некоторые туда ходят. Даже спортклубы есть. Одну гостиницу нашел в списке. Это очень многообразные учреждения. Но они не государственные. Я задал этот вопрос именно о том, что целью деятельности этих предприятий является извлечение прибыли. Они получают дополнительный доход на содержание аппарата, на содержание бухгалтерии. То есть в целом появляется некий класс, назовем их предпринимателями, которые, оказывая услуги этим особым детям, извлекают из этого прибыль. Я не знаю, какая норма прибыли в этом секторе. Не очень выгодно оказывать эти услуги, да? Ведь вы говорили, что я андексация цен. Во-первых, сейчас не идет прибыль, а убыток. Это первая причина, почему учреждения быстро меняют на другие услуги. Я принесу, например, реабилитационный план, государство финансировать на 13 часов. В действительности состояние плана идет на 18 часов. Я вычисляю, что каждый план принесет учреждению 100 евро от убытка. Очень просто. И поэтому закрывать один время, все, почтное дело, это закончится ухудшим. Поэтому степени по степи уходят по другому условию. Это не место прибыли. Другими словами, государство, собственно говоря, устранилось от проблемы, перепоручив это реабилитационным организациям, при этом выделяя какую-то сумму. Но само государство в этом процессе реабилитации не участвует. Вот мамы со мной согласятся. Да. Государство участвует в целом социальном департаменте. Я понимаю, но, с другой стороны, это народные деньги. Это те деньги, которые собираются государством в виде налогов. Государство лишь только распорядители этих средств. И при этом ценам, скажем, не можно держать специалистов на работу, не говоря еще и на инвестирование и так далее. Поэтому учреждения в таком ситуации, что или закрывать, или менять на другие условия. Милена, вы сталкиваетесь с подобной проблемой? Может быть, я не знаю, у вас есть какой-то рецепт, что делать? Мне бы, прежде всего, хотелось сказать, что система образования, к которой я имею отношение и в которой я работаю, и система реабилитации, это две разных системы. И сейчас большую часть пока идущей передачи мы говорили о системе реабилитации и о социальной системе. Я бы хотела вернуться в ту систему, которой я занимаюсь и в которой я работаю. И в частности, мне бы очень хотелось сказать благодарность, высказать благодарность городу Таллину, который поддержал нашу идею, наше начинание, датирует и позволяет бесплатно оказывать помощь детям, учителям, родителям и всем обратившимся в Таллинский учебно-консультативный центр. Это центр, который оказывает помощь не только второго уровня, не только консультации. Это центр, который оказывает помощь и первого уровня. То есть у нас работает 10 специалистов первого уровня. Из них 8 логопедов и 2 спецпедагога. То есть дети могут и ходят бесплатно на уроки к логопедам, как на эстонском, так и на русском языке. Я прекрасно понимаю, что система несовершенна. Мы с этим сталкиваемся каждый день. Но, я согласна Сахте, степ-бай-степ, надо что-то делать. И, естественно, мы это делаем, естественно, мы работаем. Ну вот смотрите, степ-бай-степ что-то делается. Ваш центр, если я не ошибаюсь, такие центры консультативные были упразднены в 2015 году, и ваши функции передали центрам Райлиде. Они были не упразднены. Это был в свое время проект, европейский проект, с 2008 года по 2011 год. Потом проект был продлен с 2011 уже на частичное государственное финансирование до 2013 года. И в июне 2014 года центры закончили свою работу. И, естественно, все функции были отданы в систему Райлиде. 15 центров по всей Эстонии. Это тоже европейский проект, который с 2014 по 2020 год. Как вы оцениваете, это был правильный шаг, что эти функции отдали центрам Райлиде? Мне сложно давать оценку государственной политике. На тот момент это была государственная политика. Государство, Министерство образования решило так. Ваше личное мнение нет? Вы воздержитесь? Я могу сказать свое личное мнение. Мое личное мнение таково. Не все 15 центров Райлиде работают одинаково успешно. Есть регионы, где центры работают более успешно. Есть регионы, где центры работают менее успешно. Екатерина, когда эти функции передали центрам Райлиде, вы как обрадовались этому подарку? Центры, да, действительно. Здесь я абсолютно подтвержу словами Лены о том, что с 2014 года услуги учебно-консультационные были переданы центрам Райлиде. И, конечно, комплектация центров, их сейчас 15, они покрывают территориальную всю Эстонию. И, конечно, работа неоднородна, учитывая и комплектацию, и количество жителей иногда в этих уездах, и, естественно, количество обращений. Но комплектация сегодня такова, что во всех центрах работают 27 психологов, 24 логопеда, 27 педагогов и 25 социальных работников. Но здесь, конечно, необходимо сказать о том, что мы оказываем услуги второго уровня. В фокусе нашей деятельности ребёнок, организация вокруг него, комплексного подхода и консультация на уровне родителя, ребёнка, педагога опорных служб, садика и школы. Сколько специалистов, которые работают в Райлиде, готовы, способны работать с такими семьями? Готовы, способны и квалифицированы. Все отвечают требованиями, имеют степень магистра в своей специальности. А что касается русскоязычных детей, родителей, семьи? Мы оказываем услуги на обоих языках. А сколько русских логопедов в Райлиде? В данный момент я могу говорить о северо-эстонском центре Райлиде. И здесь, к сожалению, мы не имеем русскоязычного логопеда. И здесь вопрос, наверное, тоже не совсем адресован мне. Так как квалификация русскоязычного логопеда сопряжена с некоторыми сложностями. Я могу? Да, конечно. Благодарю. Квалификация не только русскоязычного логопеда сопряжена, квалификация эстоноязычного логопеда также сопряжена. Я просто хочу сказать, что в северо-эстонском центре Райлиде работает всего два эстонских логопеда. На весь Таллин и на весь Харьума. И ни одного русского логопеда. В Таллинском учебно-консультативном центре работает шесть русских логопедов. И если мы возьмем по первому уровню вместе и семь эстонских логопедов, если мы возьмем второй и первый уровень. А есть ли какое-то обоснование, причина, почему, как вы сказали, политика эстонского государства в один момент решила, что надо все передать центрам Райлиде? Как они обосновали это? Когда были консультативные центры, которые делали работу, зачем надо было это менять? Дело в том, что один проект сменил другой проект. Это был тоже проект. И на смену одному проекту пришел новый проект. Тут резонный вопрос у родителей, что будет, когда закончится проект Райлиде. А когда он закончится? В 2020 году. В 2020 году этот проект закончится. К сожалению... И что будет дальше, непонятно, неизвестно. К сожалению, я не знаю. Ну, очень позитивно получается. Ну да, я не работаю в Райлиде. Нет, я не Райлиде, я вообще в целом. Как-то очень странно все это выглядит. Ну, хорошо, мы видим, да, там хромает, тут не сбалансировано, там какая-то ерунда. А что делать, собственно? Есть какие-то идеи, с чего начинать, что можно было бы сделать, как вы сказали, степ-бай-степ, шаг за шагом? Мы до этого передачи, там, в Крым делали, проконсультировали и дискутировали. Все-таки есть два большого ресурса, которые сегодня не используют. Это, во-первых, ресурсы – это родители, второе ресурсы – учители. И очень много системы этих детей помогают, если родителей можно получше консультировать, обучать самостоятельно, работать с ними. И тоже учат учителей, как справиться в таких случаях с классом. Ну, давайте там, я вижу, у родителей есть комментарии. Я, как родитель особого ребенка, скажу так. Я учитель, проработала 20 лет в школе, преподавателем младших классов. Вот мой особый ребенок, с которым я занимаюсь, не воспринимает меня, как преподавателя. И как бы я могу научить 10 чужих детей с особыми потребностями чему-то, но не могу научить своего ребенка. Потому что именно мой ребенок воспринимает меня только как маму. И если какие-то напряженные моменты в обучении ей что-то не дается, я не буду ее учить, потому что это будет ее еще больше настораживать, отворачивать от меня в другую сторону, и она будет абстрагироваться от меня, потому что она будет видеть во мне какую-то опасность. Да, родителей можно чему-то научить, можно научить воспринимать это, принимать это, но не всегда родитель может помочь собственному ребенку. Вы были на двух ролях одновременно. Преподаватель или родитель. Но если у нас опыт, посмотрим, как... Родители тоже разные. Некоторые очень заинтересованы вместо специалистами, посмотрят, как делать, вместо специалистов учат. И другой родитель придет, поставит ребенка сюда, вот вам, Глент, исправьте. Нет, у меня время. Какое у меня время? Очень много все-таки это зависит от отношения родителей самому. этому делу. Ну, а вот, согласитесь, отношение родителей, оно не может образоваться из ничего. Да, точно. То есть это стрессовая ситуация, в которой родители у нас на сегодняшний день, со стороны всех, и государства, и любых центров, брошен в одиночестве. Он никак его никто не поддерживает. Катерина, не могу с вами согласиться. Не вижу комплексной поддержки я у Раи Леди семьям. Не работаю массовый такой продолжительный психологом, к сожалению. И тогда вот, тогда рождается, да, мне быстрее, я отведу в реабилитационный центр, вдруг там произойдет чудо. Это мама или папа в стрессе. Я понимаю, что есть семьи, которые в принципе не заинтересованы в реабилитации. Мы сейчас о них не говорим. Но у нас довольно много семей, и были те, кто три года назад к нам пришел, и, в общем, они очень странно видели, что надо делать с реабилитацией. А теперь у них прекрасные реабилитированные дети, которые достигли таких хороших результатов. Но им нужно место, где им помогут, потому что они этого не умеют. А сколько семей у вас в организации? Сейчас у нас порядка 380 семей по всей Эстонии. Это, конечно, далеко не все. Но у нас интересно то, что у нас нет разделения по диагнозам и по возрастам, поэтому срез, конечно, очень такой интересный. И мы опять вернулись к тому, что мы что-то делим. Ну вот, возвращаясь к вопросу, да, ну, родителей обучить. Это здорово, я бы родителей поддержала и научила, как им жить с этим, а не как учить ребенка. Потому что, в принципе, у нас у всех одинаковое конституционное право получать образование, которое мы сейчас никак не можем реализовать. Ну, то есть, хорошо, обучение родителей, да, это важно, но это вряд ли выход из ситуации. Нужны специалисты. Специалистов мало. Государство выделяет деньги, но за эти деньги эти специалисты работать не хотят. Потому что ставка, по которой государство предлагает им оказывать эти услуги, слишком низкая. Реиндексация, как сказал Ахти, была в 2008 году, а за это время, мы знаем, цены очень сильно в нашей стране изменились. Только раз, один раз индексировали. Один раз только индексировали, да. Ну, это 9 лет назад. Ну, и что, ну, вот что реально сделать? Ну, вот в данном случае, то есть, исключительно государство виновата. И ждать помощи от государства, ну, мы же прекрасно с вами понимаем, ждать помощи от государства можно очень долго. Ну, я думаю, что все-таки мы можем ее дождаться, потому что, если мы посмотрим на картинку в целом, учитывая нашу социальную политику, да, и кризис, который нам грозит, как стране, все-таки, я думаю, может быть, мужи и дамы задуматься о том, что мы – это огромный ресурс. Позвольте задать такой, может быть, не совсем корректный вопрос. Почему государство должно вот ставить это в приоритет, заботиться вот о таких семьях? В приоритет нет. А почему должно заботиться? В один из приоритетов. Почему? Потому что, в общем-то, такая семья, включая родителей, бабушек, там, и так далее, и самого этого ребенка, это, в принципе, платильщики налогов. Можно сделать их платильщиками налогов, обеспечить им комфортное проживание и реабилитацию. Можно сделать из них потребление потребителей, да, вот, ну, если я не сумела реагировать... А каким образом они станут платильщиками налогов? Если у детей у этих какое-то заболевание, то как они могут потом выйти на рынок? Смотрите, есть огромное... Вот, к сожалению, тоже вопрос хороший к Министерству социальных дел. У нас есть статистика, которая очень грубая, да? Сколько у нас детей с особыми потребностями? Нет статистики, сколько из этих детей имеют хроническое заболевание, сколько из этих детей с умственной отсталостью и сколько с нормой интеллекта. Вот те дети, которые нормой интеллекта, они вполне себе могут не только успешными быть с работниками и приносить доход в виде налогов государства, но еще и прославить нашу славную страну. Но попадая в систему образования и реабилитации, которая сейчас разрознена, мы очень легко классу к пятому имеем такого полноценного инвалида-инвалида. Да, пожалуйста. Мы просто теряем всех детей сразу, потому что даже те дети, у которых есть легкая или средняя умственная отсталость, они тоже могли бы где-то как-то работать и быть опять-таки плательщиками налогов, а не только потребителями, потому что они идут на биржу труда и им назначают пенсию, потом они никуда не могут устроиться, они получают там или одни деньги, 220 евро или 300 с чем-то евро, они получают, когда полностью нетрудоспособны. Государству было бы от этого польза, если бы государство создало какие-то рабочие места и, во-первых, их реабилитировало, потому что часть этих детей могло бы нормально, они социализировались бы и нормально могли бы ходить на обычную работу и платить те же самые налоги и возвращать государству свой долг за свою реабилитацию. Это отдельная большая тема, прям в кусок. Я думаю, что чем быстрее, чем больше ждать с помощью лечения, тем выше вероятность, что они будут потребители социальной системы. Это ясно, это вести это. Но как бы ни был родитель заинтересован, у него нет возможности приобрести все методические материалы домой. И он не может научиться всему, что нужно этому ребенку. Это нереально просто сделать. Давайте я сейчас предлагаю посмотреть опрос на улице. Что думают те, кто с этой проблемой напрямую не сталкивается? Если у государства нет денег на детей с особыми потребностями, то как общество может им помочь? Ну, конечно, по желанию. Каждый может по своим средствам, конечно. Какие-то деньги можно, конечно, все-таки. А если не деньгами? А не деньгами? Ну, не деньгами, не знаю. Ну, можно купить что-то. Вот иногда здесь на праздники корзинки собирают, там продукт доложат таким многодетным семьям или таким людям. То я всегда, конечно, в этом плане, если я могу помочь. Ну, деньги, конечно, люди, наверное, как-то и не могут дать. Или не хотят бояться, что уйдут в другую обыск куда-нибудь. Вот. А вообще мы верующие люди, верующие в Иисуса Христа. Да, и, конечно, кого, если мы видим, и Бог побуждает, мы даём. Конечно, какая помощь у ребёнка, что ему надо? Надо чем-то вещами помочь, надо финансово. Там уже как бы смотреть надо. А если просто на улицу помочь выйти? Да, конечно, почему нет? Это несложно, это безомилую душу, пожалуйста. Отвезти куда-нибудь, например? Да. Государство должно, конечно, смотреть, это священный долг государства. Вы же знаете из пословица, что критерий, значит, благосостояния государства определяется. Старики, дети. Но я не думаю, что государство это кончилось. Теньги для этой серии. Просто там политические, более политические решения. Было, что там, например, какие-то вещи относительно новые, которые не нужны. То есть было такое, что я отдавала. А по поводу времени, ну, как идея, возможно, какая-то там помощь, там, посидеть или что-то помочь. Но вряд ли, к сожалению, это будет носить систематический характер. Ну, я знаю, что, например, слепым людям иногда нужно выделять какие-то квоты, часы, чтобы их куда-то сводить. Там, может, какие-то госучреждения или ещё куда-то. Но я не знаю, существует ли какой-то сайт, где, например, можно было бы, как бы, предоставить свои услуги, сказать, что я, например, свободен в какое-то время. Если вам что-то нужно, то ставить какие-то контакты, если к кому-то слепому человеку нужно куда-то пойти, чтобы это, ну, как-то можно было организовать, да? Наверное, других ответов от жителей нашего города было сложно ожидать. У нас народ сердобольный, все готовы помогать. Вопрос, помогают или нет, это уже другой, но готовы помогать, на словах, по крайней мере, точно. А вот насколько в данной ситуации, мы понимаем, что очень многое зависит от государства, и государство не справляется со своими обязанностями, мы об этом довольно долго уже говорили. А вот если собраться всем миром, как говорится, ну, а что ещё делать? Я так понимаю, что очень сложно что-то ещё сделать. Если собраться всем миром, что можно было бы сделать для того, чтобы дети с особыми потребностями, ну, зажили, ну, хоть чуть-чуть лучше, и их родители тоже? Есть вот что-нибудь, что обычные люди тоже могли бы сделать со своей стороны? Совсем обычные, которые не вовлечены в процесс? Да. Ну, вот как, например, люди, которые сейчас на улице отвечали на наши вопросы. Ну, они сами по своей сути не могут ничего сделать. Я думаю, что их мнение кардинально бы изменилось, если бы они получили информацию на эту тему. Они же просто не понимают, о ком они говорят. У меня сегодня была совершенно курьёзная история, когда у моего ребёнка не стоит диагноза аутизм, некоторые другие диагнозы, и медицинский работник на карте красной ручкой написал «Аутист» и поставил три восклицательных знака. Они смотрели на меня, как на человека смертельно больного и сожалели, что я вообще к ним пришла. Это медицинский работник не понимает, что я за диагноз написала. Что говорить о людях, которые никогда не сталкивались? Я тоже 10 лет назад не знала все эти диагнозы. Мы сами, люди вовлечённые, можем повышать информированность, рассказывать, объяснять, показывать. Показывать, причём не прося чего-то, а показывать позитивно, показывать наши успехи, что мы что-то можем. Знаете, вот я хочу, потому что вы сейчас сказали, зачитать из нашего Фейсбука со страницы «Время решать» один комментарий, его опубликовала Ольга, она написала, что на прошлой неделе слышала презентацию исследования, заказанного Министерством образования, и там есть название этого исследования на эстонском, довольно длинное. Там говорилось о том, что среди русскоязычных таких детей гораздо меньше. Но не потому, что это на самом деле так, а потому что славянский менталитет не позволяет признать, что ребёнок чем-то отличается от других. Родители тешат самолюбие, а дети страдают и в итоге запутываются ещё больше. Я не соглашусь совершенно в той части, где родители тешат самолюбие. Каждый родитель переживает это, как он может. Не все стойкие, не все смелые, и не надо всех под одну гребёнку. И это не предмет для того, чтобы рассуждать, кто прав, кто виноват. Каждый как может. Однозначно, родители очень часто скрывают диагнозы. Но потому что мы сейчас говорим про русскоязычных родителей, мы же все с вами понимаем, что на самом деле, спасибо городу Таллину, но это опять-таки локально, что сейчас стало открываться больше групп для особых детей в детских садах, больше малых классов. Но у нас тут все, вот все школы, мы все знаем. И мы знаем, что если я приду сразу и скажу, что у меня ребёнок с особенностями, скорее всего его не возьмут. И тогда у меня есть выбор. Или идти и бороться, если у меня есть сила и характер. Или сделать вид, что он обычный. И закрыться так, как в домике, и сказать, ну может быть, может быть случится чудо, я найду таблетку, или хороший учитель попадётся, и всё будет хорошо. Это работает именно поэтому. Я тоже поддерживаю, поскольку опыт нашего центра Адели тоже покажет, что русскоязычные родители более активны, чем эстонскоязычные. Почему? Есть этому объяснение? Ну, там наоборот объясняют. Славянские особенности. Да, славянские особенности. Я могу пояснить? Если мы говорим об этом исследовании, то я была в Тарту, когда его презентовали, когда Министерство образования его презентовало, и там шла речь о том, да, действительно, количество русскоязычных детей меньше, но причины были высказаны абсолютно иные. Иные, да? Да, абсолютно иные. Я цитировал. Да, да, да. Причины были высказаны такого рода, что, может быть, учителя русских школ не совсем компетентны в том, чтобы вот таких детей выделять из классов и как-то осуществлять работу. Вот на это было обращено внимание, а не на то, что описано в Фейсбуке. Вы сейчас затронули интересную тему обучения. А где сейчас обучаются дети с особыми потребностями? В обычных школах или есть какие-то специальные школы? Дети с особыми потребностями обучаются и в обычных школах, и в школах специальных, и в специализированных школах. Есть, так сказать, со всеми детьми. Есть и такие дети. Это является какой-то проблемой для родителей, для учителей, для учеников, для самого ребенка? Вы знаете, это, наверное, является проблемой и для родителей, и для учителей, и для самого ребенка. Потому что, если мы вернемся какое-то время назад в нашу передачу, я бы хотела, вот вы говорили, с чего начать, да? Начать с того, что все-таки нужно созидать систему. Потому что я как дефектолог скажу, коррекционную работу, а мы сейчас говорим именно о детях с особыми потребностями, о коррекционной работе, надо осуществлять только в системе. Единичными вот этими вот вкраплениями 10 сеансов в реабилитационном центре, и потом мы ждем там чего-то год-два, и опять 10 сеансов, или 10 сеансов в поликлинике, и мы опять ждем, когда будут деньги. Ну или пока меня в школе возьмет логопед, у которого вот такая нагрузка, а детей еще больше. Система должна быть. И желательно, чтобы эта система включала в себя и обучение, и социальную помощь, и поддержку, и реабилитацию, безусловно. Кто курирует эту систему? Министерство социальных дел? Министерство образования курирует систему, если мы говорим об образовании, да. И сейчас министр, наш новый министр, очень серьезно и решительно настроен на систему образования. У нас система инклюзивного образования, касса в Харидусе. То есть включение. Да, да. Вот. И все-таки речь идет о том, что у родителя должен быть выбор, и он этот выбор есть. Либо ребенок учится в условиях общего класса, либо ребенок учится в специализированной школе, в зависимости от того, какое у него нарушение, либо ребенок учится в каком-либо специализированном классе, в рамках общей школы. Все зависит от того, какие особенности у ребенка и в чем, в какой коррекции он нуждается. Другое дело, что педагоги не всегда готовы с этим работать, не всегда умеют. И вот тут как раз мы приходим на государственный заказ. Мы должны готовить не только специалистов узкого профиля, спецпедагогов-логопедов, социальных педагогов-психологов. Мы должны готовить педагогов, готовых работать в условиях общей школы, общего класса с такими детьми. И вот когда мы подготовим это все, вот когда мы подготовим систему помощников-учителей, когда мы подготовим систему тьютеров, вот тогда, я думаю, что у нас действительно процесс будет осуществляться. А если мы не подготовим этого ничего, то процесс, к сожалению, не будет осуществиться. Когда это случится, можно сказать? Я не в Министерстве образования. Да, здесь хотелось бы обратить внимание на то, что важно не только подготовить работать с этими детьми, а важно подготовить педагогов выявлять особые потребности ребенка, потому что зачастую особые потребности выявляются только в начальной школе. И родители до первого класса даже не имеют представления о том, что на самом деле, в чем нуждается их ребенок. У меня тоже вопрос, я не очень честно скажу в этой теме и разбираюсь, но что касается педагогов, я прекрасно понимаю, в какой ситуации они оказываются, если, например, в классе, где у них 20 учеников, появляется ребенок с особыми потребностями. Но этому ребенку все равно нужно особое внимание. И даже если вы обучите педагога, у него просто ресурса нет на то, чтобы работать с этим ребенком отдельно. Какого ресурса? Ресурса чего у него нет? У него еще 19 других детей, которые тоже требуют внимания. Вы знаете, я работала в школах, и у меня были такие дети, и был не один ребенок, было два, а три разных ребенка. И все эти три ребенка сидели на разных программах. И в общем классе, я имею в виду, остальной класс сидел на своей программе, а три сидели на разных. Я работала, это тяжело, это ресурсозатратно, я с вами соглашусь, но это возможно. Екатерина, ну вы как психолог, скажите, вот такой инклюзивный подход, когда несколько детей сажают в класс, в общий класс с другими детьми, она приносит пользу кому-нибудь? Ну это сегодняшняя реальность, и выбор родителя в общеобразовательной школе или же в особом классе, ведь решение о каких-то формах, особых формах классов носит рекомендательный характер. И принять это, их дата стоит в школу, вместе в этом особом классе, это уже решение родителя. Да, реалии таковы, что в обычных классах комплектацией 26-28 человек, есть несколько детей с абсолютно разной проблематикой, разными особыми потребностями. Здесь, да, действительно задействованы очень серьезные ресурсы специалистов, педагога, который должен... Ну вы как психолог рекомендовали бы вот такой инклюзивный подход, или все-таки вы считаете, что с такими детьми лучше, если бы работа происходила индивидуально, в отдельных классах? Каждый случай, подход должен быть индивидуален. Очень сложно сказать о том необходимости вообще инклюзивного образования, так как проблематика может быть очень разная. Но если ребенок попадает в такой класс, и у него есть на то возможности и ментальные, и физические, он подтянется, или есть вероятность, что будет еще хуже? Здесь вопросы, конечно, какой-то зоны ближайшего развития, все очень индивидуально. Вы понимаете, что вы рассуждаете о фантазиях, как будто у вас есть деньги на все это, у вас нет денег. Почему дети не попадают? Попадают в школу, правильно? Ну потому что он до туда не дойдет. Они попадают в школу, они попадают в школу. Хорошо, очень хорошо в школу попадают. Вот вы сказали, что к вам не пришло министерство, да, что вы обращались в министерство социальных дел. Юля, скажите, вы знаете лично министра социальных дел? Вы с ним хоть раз общались? Девушки, кто-то общался? Хоть одного чиновника министерства лично здесь женщина? Чиновников министерства знаем, несомненно. Вопрос в том, что министры у нас меняются регулярно. А скажите, вот непосредственно к какому чиновнику вы приносите свою программу и с кем вы заверяете реабилитационные планы? Кто конкретно? Какой представитель? Какого уровня? У нас государство настолько сейчас в интернете, что мы никуда ничего не приносим. Я понимаю, вы не приносите, допустим, вам нужно компенсировать какое-то лечение, какие-то поездки. К кому вы подходите с чеками? Я прошу прощения, мне никто не компенсирует никаких поездок, никуда. Это не внесено ни в какую программу. Здесь не затронута еще один элемент этой системы. Это низовой уровень муниципалитеты. Непосредственно отделы социальные работники этих муниципальных образований. Вот в Таллине, слава богу, социальная служба на высоте. Вот на предмете, так сказать, Елены мы это видим. Она поблагодарила за то, что Таллинн финансирует ее учебный центр. Но Эстония это не только Таллинн, Эстония это маленькие города. Вы поймите, если будет государственная воля и система, тогда будут работать и муниципалитеты. Муниципалитеты сами не выбирают, как они работают. Вы считаете, Юля, что у государства нет воли, желания бороться с этой проблемой? Да, я считаю, что на сегодняшний момент нет. Нет. Возможно, есть другие приоритеты, но по этому вопросу, я думаю, что мы затянули очень сильно уже. Ахтим, можно сказать, почему? Потому что, опять же, у государства нет денег на работу с такими малыми группами населения. Как сказать? Или это государство? Я тоже принесу вам пример. Да. Союз учреждений остался в 2012 году. В этом году будет 5 лет. Министр Каяева – пятый министр в этом времени. В 2013 году менялся почти весь ключевой состав на Министерство социального страхования. Ушел канцлер, остраняли вице-канцлера, ушел заведующий отделом и главный специалист. Это почти в течение трех месяцев. И пришел новый состав без предыдущего опыта, без предыдущего знания. Там нет такого стабильности, чтобы стабильно и распоследованно расстреливать систему. Постоянно что-то меняется. Поэтому министры меняются почти каждый год. То есть получается, что политики увлечены настолько своей политической борьбой, что, по сути, о жителях нашей страны забывают? Это ваш, Тихонец. Я спрашиваю. Я поддерживаю. Вы поддерживаете. Он не успевает. Он же только придет. Не успевает. И второе. Все-таки политик не может захватить всю систему одновременно. Для этого все-таки организация, которая называется Министерство. Это должен гарантировать последовательность системы, развитие системы. Но если там и меняется, и министры меняются постоянно, все-таки меняются. Но нет такой стабильности. И там результат сейчас. Сама тема очень грустная, печальная. И, судя по всему, и система тоже очень грустная и печальная. У нас практически не осталось времени в эфире. Но все-таки Министерство здравоохранения не смогло прийти на передачу, собственно, как и последние четыре месяца. Очень коротко, если можно, с чего министерство должно начать. И вот эти рекомендации мы их передадим. Я не могу обещать, что они к ним прислушаются или даже они услышат их. Но, по крайней мере, с чего министерство должно в первую очередь сейчас начать менять систему. Рассматривать ребенка в комплексе, это его семья, его социальная жизнь, его образование. Думать о том, что можно вырастить из этого ребенка. Всегда можно что-то вырастить. Прекрасно. И, конечно, побольше работать в тандеме с Министерством образования. Елена. Присоединяюсь к словам Юлии. Я бы, может быть, порекомендовала социальному министерству пересмотреть систему финансирования. Спасибо. Афина. Два министра должны сесть за один стол. Примечить соцсетей. И начинать найти, поскольку у ОПЕ есть свои ресурсы. Как эти ресурсы можно соединять для использования пользы этих детей? Спасибо. Максимально, да, системный подход. Надеюсь, я поддержу всех высказавшихся. Сфокусироваться на ребенке и максимально создать условия для его социализации, адаптации, обучения. Да, ну мы передадим все эти ваши пожелания. Я так понимаю, очень короткий вопрос. Не всем, ахте, вам коротко. То есть вопрос даже не столько в деньгах, сколько в системности. Это не в деньгах, это в системности. Может быть, к концу от им пример внесу. Коротко. И 60% спечатать денег на это идет на услугу. 35% идет на другие просходы. На планы. Мы скажем, бюрократию. И скажем, транспорт. И еще проживание. Спасибо большое. На этом наш эфир подошел к концу. Через неделю, 26 апреля, мы будем говорить на другую тему. Десятилетие переноса бронзового солдата. Как эти события изменили нас и нашу страну. Увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ